Сегодня мы с Анатолием идем по важному мероприятию, вот так, в гору, вверх, вверх, на самом верхе. И зачем мы идем, скажи-ка ты мне? Идем мы садить экзотические деревья. У нас никогда не росли, это орех банджурский. А он растет, растет везде. Ну, он растет, но у нас он в лесу не растет. Ну да. Его надо сажать. Понятно. И попробуем каштаны посадить. Каштаны? Ну, каштаны это да. В общем, дорога вот так вот идет, вот так, все вверх, вверх, вверх. У нас все это экзотика, такого у нас не растет. И вот до самого, до самого верха, там будет поляна такая. Вот, вот мы на ней и посадим. Вышли мы на пригорок, в зону леса вошли. А тут на сосне веревка. Веревка привязана. Ну, вроде как тарзанка, хотя вообще-то тут воды-то нету. Куда там? Анатолий, сзади тебя елка. На Новый год можешь прийти тут и поплясать возле этой елки. Вон она какая большая. Вот ставят сосны. Ага. А здесь сосны. Ровненькие, высокенькие. Так, немножко осталось, немного. И мы выйдем на солнышко. Вон она на солнышко. А там поляна будет. Анатолий, шапку одень. А то от лысиных глаза у меня слепит отраженная луч. Ты представляешь? Мы вышли с тобой на тропу здоровья. Собака, собака бежит. Вот. Вот она, тропа здоровья. А вон там плакат есть. О том, что это и есть тропа здоровья. Вон там собака бежит. И значит, раз собака, значит, хозяин рядом с ней. Вон плакат прочитаем. Что там написано? Убирайте за собой мусор. Во. Ты понял? Мусор, оказывается, убирать надо за собой. А я не знал про это дело. Вот. И тут корзина даже нарисована. Ага, он корзину с собой тащит волоком. Вот. А вон собака. Вон. Чья-то. Чья-то собака. Ну, пусть. Так. В общем, мы вышли вот на эту вот поляну большую. Большую при большую. Тут еще немножко, и мы на самой макушке будем. На этой поляне я хотел орехи садить. Манджурские. Вот. А он какие-то там другие хотел. Но он хитрый. У него их там три орешка. А у меня их тут полтора ведра в рюкзаке. Ну, вот вопрос, как садить-то? Как садить? Тут сугробы. Снега-то сколько. Во. Так. А мне, чтобы удобнее было идти, я люблю все время, чтобы каким-то с палкой, с костылем идти. С трековой этой самой палкой. Вот у меня трековая палка, во какая была. Вот я вот с этой доской там ее подобрал. И вот так вот и выкарабкывался. Ну, надо сказать, в ботинках набрал я снегу. Ну, ладно, что теперь? Дома вызохнем. Так. Ну, пойдем смотреть, где ж мы тут что будем. Садить-то. Слушай, а до кого-то, а что вот тут спрашивается не садить? Вот здесь вот. Вдоль этой тропы. В жизнь не догадаетесь. Вот у нас манчжурский орех. Вот. И вот мы решили тут посадить. Это ж красота будет. Конечно. Но мы немножко поздновато пришли. Что-то снега много сильно. Но земля-то не замороженная, мы попытаемся. Ну, его вот сколько. Ну, да. Ну, вы же видели, какой он красивый? Конечно. Ну, вот. У нас на даче растет. Вот, и у нас на даче растет. Ну, что, попробуй, копнется хоть земля-то или нет. А то, может, до весны оставим. Здоровайся хоть. Страшно. Даже морду кинует. А ты что, вспомнила, что ты собака? Анатолий, ну, попробуй хоть землю-то копни. Я сейчас копну. Копнется она или не копнется? Ты все? Увалилась? Охота собачку поглотила. Да-ка, что, собачка, собачка, что она вот лежит? А сейчас? Все? Да, мне кажется, что навряд ли у нас что-то удастся, это дело. А почему вот осень? Его осень не садят? А мы осень их набрали. Ну, понятно. Вот. А куда их теперь? А куда? До весны? Лекарства же, вы что? Такое лекарство классно. Да какое лекарство? Ну-ка объясните, что там за лекарство. Ну, раздолбить да съесть, это да. Это вкусно, ясно дело. Ну, во-первых, ой, как же. Да от многих болезней он. Надо в интернете посмотреть. Вообще от ревматизма знаю. Конский каштан идет. Тоже, кстати, от суставов. От болезней суставов хорошо делается. Ну, что, копается? Копается. А каштаны глубоко садить надо, нет? Нет, 10 сантиметров хватит. А вот чтобы у нас каштаны росли, я не знаю. Ну, проверить. Они-то южные. Ну, он говорит, давай еще и бананы посадим. Но семян нету. Ну, как говорят, к 2032 году у нас должны здесь бананы расти. Ну, будут, значит, если мы посадим их. Ну, что, получается что-нибудь? Я вообще-то их каштан набирал в Воронеже. Ну, да, там-то теплее намного. Ну, вот, вот так вот и все. Так, ладно, все. Я вытаскиваю эту сумку, развязываю. Видишь, люди бегом бегают. А знаешь, почему бегом мимо нас? А скажут, какие-то придурки, что-то роются тут в земле. А тут опасно. Вот, скажут, надо от них подальше. И бегом убегают. Вот. А те вон сверху спускались, спускались и встали. Тоже скажут, что-то тут какие-то подозрительные личности. Так, ну, в общем, я думаю так. Сейчас я вот тут пройду по прямой. По прямой. Сколько там это? Ну, тут метров 100, наверное, 200. 11. Вот, и все. Вот. А потом по этому следу, чтобы по ровному, вот оттуда будем идти и садить. Насколько у нас хватит терпения. Вот. Раз ты говоришь полтора ведра, это, говорит, это неделю садить нам надо. Вот, ладно. Сколько хватит? Так, я пошел. Здрасте, товарищи. Здрасте. А мы с Лопатой пришли. Думаю, вам помогать тут эту трамплин делать. Вы уже сделали. Вот лучше камень там ходить копать, и второй будет достопримечательность. Там рядом еще один. А чего там в камне вы там? А вы туда на камне не были? Нет. Ну, давайте я вас ввожу. Пол жизни потеряли. А, понятно. Ага, еще один орель идет. У нас мероприятие такое. Вот эти манджурские орехи мы хотим тут везде понасадить. Красиво будет. Ну, я не это, я знаю. Вот вам хочу сказать, что я везде дубы сажу. Вот здесь. И у меня сейчас еще пять ветер людей, да? В этом году я уже садил, пятьдесят посадил примерно. Дубков могу даже показать. Вы сейчас со мной пойдете. И где посадить, кстати, ваш манджурский? Здесь, конечно, высоко будет. Он же манджурский... Вот у меня, у соседа стоит прямо в огороде. Тоже я могу принести эти семена. Но он ломается. Он очень слабые ветки. Вот если в снегу много, он хрум и готовый. Есть такое. Его за ним надо следить. Ну, а здесь высоко. Не знаю, как он будет расти. Вот сейчас уже, если я вам покажу, сколько на саркашинке дубов моей работы. Ну, я вот где прошел, вот я хочу по своему следу посадить, вот где я тут прогрегся. Ну, вот там вот вы прошли, вот сейчас вот шли. А вы вниз не ходили? Мы тут вот на перерез поднялись. Пойдемте там у камня посадим. Пойдем сходим. Пойдем. В общем, до верха мы не дошли. Вот, потому что тут, говорит, пошли туда, на скалу. Там, говорит, место интересное. Там, говорит, и посадите. Так что мы тут чуть-чуть только начали садить. И все. Вот, говорит, пойдем скалу покажем. Вы, говорит, не видали такую скалу. Вот мы и пошли. Здесь спускайся и идешь налево. Тут прям видно, как аллеи. Под елочками. Да, и стоят под елочками там около поляны с правой стороны две лавочки. Затем проходишь ближе к горе и заходишь в этот лес, который густой так стоит, еле прям, как бы не зайдешь туда. Раздвигаешь, и там стоит четыре лавочки сразу. И вокруг красивые ели. Белки прыгают, все красиво очень. Да, здорово. И эта тропа, вот она вот здесь уже пробитая. Мы ее расчистили, все. Она вот здесь с того проходит и пошла. Ну, я летом ходил по ней, по этой тропе. Вот, а сейчас я вас веду на камень, который, вот тропа. Здесь стоял у меня направление, вот на этой березе. Кто-то сорвал, блин, тропа здоровая, стрелка была. Пойдемте, покажу вам достопримечательность города. Две березы сросшиеся. Вы такого еще не видели. Вот моя работа. Я тащил сюда, поставил. Да, действительно, береза. Береза вросла. Две березы срослись, вот как. И это является очень большой достопримечательностью. Практически нигде никто не встречает у нас на территории вот именно таких. Ой, ты бы посмотрел, где я хожу. Там, а после меня, они все сросшиеся. Там даже сосны по две штуки вместе сплетенные и сросшиеся. Они срастутся, потому что они вместе, вырастают друг к другу. А здесь-то что тут? Тут не было сплетения. Вот они стоят раздельные. И там у меня есть тоже так же. Срослись, потом расходятся. Одним стволом. Так, это трон. Трон Сиркашинской горы. Кресло. Такое. Да. Нормально. Это наша достопримечательность. Если хорошо смотреть и просто походить ради любопытства. Так Заболой, вот это все говорил, давай откопаем. Когда там вот. Камень что-то? Да, он все. Камень все внизу, пойдем. Так, это Соболь бегал. Как будто маленький заячий. Так, заячий мы видели вот. Соболя сейчас увидели следы. Белку тоже мы видели. Раз, три, три, десять вот такие вот. Вот это белочек. Вот такие. Он похож как будто заячий. Что-то мы аж до самого низа уже идем. Интересный памятник. 300 грамм? Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Вы со своими стаканами? Мы вообще без ничего. Мы без ничего. Он придется вам из термоса тогда. Да, вот памятник природы. Посмотреть. Присаживайтесь, пожалуйста. Я и на травках. Камень силы. Ты понял? Вот это да. Гора Сиркаши, гора Имай. Имай является священным местом для коренного народа шорцев. По преданиям, гора была названа в честь богини Имай, покровительницего женского рода детей и беременных. Понял? А мы не женского и не беременные. Нам покровителя не будет. Так, камень силы. А, ну да, найден. Раскопку благоустройства провели ветераны Федор Макеев и Геннадий Забалоев. Мысли на благое дело, камень силы повернет. Бодрость, дух и крепость тела. Даст нам много лет вперед. Ой. Что он счищает там. Ну да, интересное. Ну, Геннадий меня тогда тоже звал. Говорит, пошли камень откопать. Я думаю, какой камень? Зачем камень? Ничего, где камень? Вот оно, оказывается. Нет. Будут, будут. Давай, давай. На тебе. А вы тут живете или там, в городе где-то дыре? Конечно, в городе. Все в городе. Вы через низ пришли? Да. Нет, нет. Через верх. Это все вопросы к Геннадию Аркадьевичу с Еленой Владимировой Забалоевой. Так, вот два пока нашли. Давайте. Ну давайте, спасибо большое. У нас сегодня мероприятие. Мы хотели эти орехи грецкие, не грецкие эти, манчжурские садить. Вот мешок взяли, лопату взяли. Наверх поделись. Она говорит, пошли, камень, говорит, покажем. И все. А вы местные что ли? И с это, сбалмотили нас. Наши местные. И нашего камня не знают, да? Не говори. Ну так вот так. А так мы там же пришли. Мы же тут нам говорили. Я сейчас их еще свожу вниз. Покажу, как тут взрывные работы велись. Драли камень. Вот здесь же раньше Том бежала, вот в этом месте. Давайте еще. Кому? Сейчас мы посадим, я покажу, где. Будем садить. Здесь вот это место, что у меня засажено. Я бы с Анатолией потяжу. А почему был? А меня Виктор был. Ну потому что был наличие. Все. Очень приятно. С небес теперь на меня смотрит. Вообще, вот туда же я на тропинку сделала и в той березе. Вот я не взял длинную веревку, чтобы перекинуть ее. Которая? А где здесь береза? А вот она, вот ее видно, вот отсюда. Вот, вот. А, тоненькая? А я думала, что она... Не, большая она тоже. Не, большая? Да. Просто вы не взяли березу? Я в этот раз не взял. Я хотел все перетенуть, как вот у той березы. Вы не примените? Нет, мы по этой тропинке все не поднимались. А, вот там вот, когда по этой тропинке поднимались, там стоят две березы сросшие. Лавочка там стоит, вот потихоньку. Нет, не поднимались. А далеко отсюда, нет? Да нет, ну сколько? Две березы мы видели сросшие. Да их здесь много таких. Здесь-то лавочка, а там не было. Мы по другой дороге здесь нашли. Мы поднялись от водозабора и туда наверх ушли, на самые... На... А вверх, вверх, вверх? Водозабор? Да. На пустыне? Почему? Ну там. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отстойники. Мы заблудились, мы не знали, что сюда надо идти. Не, ну надо просто чаще ходить, как-то разведки делать. Не, вот мы и пошли на разведку. Ну, что-то мы в чужой стан. Что шли? На разведку, как надо ходить, я говорю, мы и пошли. А как обнаруживает этот камень? Я вот, вот, видите, мои дома стоят, вот два дома. Вот прямо. Вот первые два дома, это мои. Один к сыну я построил, один вот мой. Правильно. Ну и вот так же вот в ноябре месяце, когда снегу было поменьше, я поднимался наверх, по прямой, через озеро перешел, там же озеро. Вот сейчас я так вижу. А чем оно было? И поднимаюсь сюда, иду, а вот трава, вот, и вот видишь, он как кочка, вот, вот, вон там он, допустим. И его даже видно, если по склону смотреть, горы, видишь, да, что он как бы засыпанный весь. Просто трава, когда была большая, где-то, его не видно. А его видно, когда трава опала, легла, и он так маленько разбил. Вот я подошел, его расчистил, мох маленько убрал с него. Его видно, вот видишь, сколько вот его было, торчало, видишь, черные пятнышки. Да, у него цвет другой. Да, цвет другой. А он был весь во мху. Я первым прибежал, конечно, тут это немножко, никого не пригласил, стал рыть. И прокопал его два метра, тоже есть фотография. Два метра, я говорю, звоню Гену, два метра уже идет. Ну, тут собрались Геннадия Аркадьевич, Ирина Владимировна, опять фотографии делать начали. И дальше копать. И вот так мы копали его два года, даже три почти. А он мне тогда тоже звал. Такой объем убрать. Ну, были здесь много геологов. Был даже заслуженный геолог России Евдокимов такой. И приносил он планы горных работ и показывал, и говорил, что действительно это достопримечательность. Чтобы вот так вокруг ни одного камушка нету. Видите, обратите внимание, ни одного камушка нету. Почва тут глинисто-песчаная, в основном песчаная. И он один стоит. Вот мы ни один камушек здесь не встретили, кроме как вот он один. Значит, осиська как бы в период извержения ее выдавила вверх, и так она застыла. Ну, это, кто знает, может, миллионы лет назад. А то, что... Камень четыре метра высотой, но вы его тут уже подзакопали маленько. А то он не смотрелся, когда так весь там был. Нет, тут яма получалась. Мы просто выровняли эту площадку здесь. Потому что сносить опять столько грунта, сил нет уже. А так четыре метра. Да, вот в раскрытом состоянии он четыре метра. Так идет вглубь дальше. А сколько метров, никто не знает. Нет, у меня еще тоже нет. Нет. Вот, а это нос ему. И видите, какая сказка. Да, вот раньше. Ну, между прочим... А у меня вот там все помник заваривали. А пусть мамы не сразу убрали. Камень северный, камень южный. По какой тропинке? Ого, это вот этот камень южный получается. Нет, по небесу. Понятно. Памятник природы. У тебя и так не видно. О, фотосессия. Все правильно. Камень нашел, еще много чего. Все, вы готовы? Готовы. А, а я сниму. Сейчас спортом занимаемся. И вообще я заслуженный шахтер, да? Пример, я говорю. Наравнее, я буду мыл. Как говорится, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Все, вниз мы пошли. Вот первый указатель. Вот с этой дороги. Улица Сыркашинская, это вот этот последний дом улицы Сыркашинской. Заканчивается улица Сыркашинская, последний дом. Да, да. Если бы идти от магазина электротовары, начинается улица Сыркашинская. Да. Вот по этой улице идти, да, от самого последнего дома по улице Сыркашинская, который стоит с правой стороны. И сразу выйдешь в Кирлик. Да, да. И проходишь до ЛЭП, который проходит. И вот тропа с дороги. Понятно. Так, забой, забой. Тут брали камень для какого-то там строительства. Так, а его баня, вон она, это его баня. Вот он туда и ведет по своей тропе, как говорит, тропа Хошимина. Вот, а это его тропа. Куда-то еще дальше повел. На лодке сюда переплавлялся? Ну, на лодку мешок насыпаю. У меня вот здесь стоит еще ведро сейчас. Где-то... А, тут взрывные работы велись. Вот оно ведро, смотри, смотри. А тут вот эти шпуры еще, вот они, они. А здесь еще, вон, забита какая-то хрень. Вот они, стаканы, вот они, вот. Один, два, вот три, вот четыре шпуры, да. Но это, когда взрывные работы были, это называется стакан, а уже не отлетел. А зачем мы это забили? Ну, откалывали, откалывали. А там заряда нету, да? Да какой там заряд, конечно, нет. Там-то уже нету, конечно. Когда это оторвало, когда они забивают клин этот. Вот, и оно отламывало. Добывали. То есть, издрали камень. Камень брали. Да. Вон-то легкий, а я-то 100 килограмм. Ну, ладно, иди первый тогда. Ну, если я не утону, значит... Слушай, а озеро большое. Да ты иди, что стоишь-то. А, ты думаешь, это... Озеро здесь 400 метров длиной. 400 метров. Да. Рыба здесь всякая. Но она с рекой соединяется. Да, она впадает в тон. Но... Около турбазы восход. Тут... Как это? Щука, окунь, не короче. Окунь, щука, сорога. Я вот сейчас покажу вам могу видеофильм. В этом году у меня сват здесь наловил. Даже платва. Раки. Этот... Ротан. Не рассказывай. Сорога. Потом он поймал здесь даже, отпустил черепаху водную. Большая, крупная. Здесь андатры плавают. Вот, понял. Так что мы куда попали-то? Это тебе ничего-нибудь. Это... Ой-ой-ой. Тут у тебя прорубь. Это ты тут ныряешь. Я еще не делал. Не делал. Еще не делал в этом году. Ну, лед только встал. Вот у меня здесь баня, тренажерка. Видишь, вот ее видно там. Ага. Пойдем, покажи. Здорово. Вот кедру кедра у меня, которую я привез сверху Абакана на вертолете. Была маленькая вот такая вот. Я ее выкопал там, где вертолет садится, взлетная площадка. Но думаю, все равно сломает. Жалко. Мы с женой как раз были. Выкопал и в котелок поставил. И привез. Вот она уже шишки дает. В этом году давала. В прошлом году давала. Так а что ее оттуда висит? Я ее бы там сломала. А, ты ее спас. Вертолет садится, да. Ты ее спас. Да, ее спас. Вообще, мы будем за Абакана, да? Да. Это где Телецкое озеро примерно. А вообще вот у меня вот здесь. Смотрите, дуб. Вот видите. Вот. Который дает 5-6 каждый год ведер. от этих желудей. Вот здесь у меня вот на сегодняшний день штук 20-30 дубков, которые взошли. И это, вот они, видишь, стоят. Это, которые еще подрастут. И я их рассаживаю. Молодец. Здесь у меня, вот видите, пехтушки и кедрушки. Вот они. Которые грядка, это у меня. Смотри. Тоже выращиваю, видишь? Вот они. Ага. И кедрушки тут штук 20 кедрушек. Сейчас они подрастут побольше. Я их раздариваю кому-то домой, в Алтайский край или на Сыркашинку хожу сразу. Еще вот одна кедра, видите? На дубу у тебя цепь, там кот ученый. Да, 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 да. Ходит. Есть такой агарок. Ну, понятно. Все ходит, бродит по цепи кругом. А ты знаешь, что раньше дубы мудрые были. А сейчас они не мудрые? Да нет. Все в этом мире. Сейчас мудрость у них будет исчез. От желудей растут, они не обучаются. И поэтому не мудрые. Желудей-то сколько. Сколько много желудей. Сколько много желудей. Мы сделаем, вот этот самодельный тренажор покрасим. Ой, мой рюкзак. Блин, это вроде как не самодельный? Нет, это заводское блин. Это не может самодельный. Те вот самодельные. Вот здесь вот на штанге висит 55 килограмм. Вот в этой же. А этот блин тоже весит? Это весит каждый блин 3,5 килограмма. Вот я вот недавно вырезал. Это 3,5 килограмма каждый блин весит. Это я сейчас вот на будущее, если сделаю себе штангу. Делаю вот такие дни. Их 3 штуки и 4. И на пластыре. Жик-жик-жик, понял? Я сейчас тебе могу показать в другом месте. У меня штанга, и вот именно на себе. Нет. Это 32, а другая 24. Вот здесь 55 килограмм. У меня норматив мастера спорта. Нужно пожать ее 46 раз. Лежа. Я ее жму, уже в этом примерно пределе. Это вот так вот я ее жму. Почему так всем рекомендуем? Чтобы не было нагрузки на спину. На спину, спина, чтобы не перегрелась. Да, чтобы спина не болела, называется русский жим. Беру ее вот так вот, без разминки. Это я взял 55 килограмм. И пошел. И так вот я жму ее сейчас в пределах 40 раз. Ну, без разминки не будем больше выделываться. Вот я так могу. А 46 раз норма мастера спорта. Ну, у меня, брат, с разминкой он 150 поднимает. Так, все, посмотрели. Пошли мы домой. Ну, ладно, давай. Пошли домой. Чтобы с железной дороги шум не был слышен. Вот такой забор построенный вдоль железной дороги. Вот так вот она идет. Вот так вот.